Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы приготовим с вами тесто на пиццу. Оно у нас будет бездрожжевое, на кефире. Очень удачный, успешный рецепт, и мы к нему приступаем. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня с вами Елена на канале «Найди свой рецепт». Сегодня у нас замечательный рецепт приготовления теста для пиццы. Тесто будет вкусное, удачное и полезное. Оно у нас не будет дрожжевым. Как мы знаем, дрожжи оказывают на организме очень полезное действие. Это грибок, который быстро распространяется, ведет к таким неприятным заболеваниям, как гастрит и язва. И мы отказываемся от дрожжевого теста. Мы будем готовить тесто на кефире, которое полезное. И эту пиццу можно будет готовить как в духовке, так и на сковородке. Также это тесто можно будет использовать и в других целях. Приготовить, например, пирожки. Я взяла 1 стакан кефира. Также беру неполную, чуть даже половину чайной ложки соли. Также беру 1 чайную ложечку сахара. Если будете готовить сладкую пиццу, значит сахара можно добавить побольше. Можно добавить даже 2 столовых ложки. Сладкую пиццу мы с вами обязательно приготовим. Поэтому следите за нашими рецептами. Это сейчас очень модно, вкусно и очень сильно нравится детям. Так, я насыпаю неполную чайную ложку соды. Ну вот, без корочки, вот так вот я насыпаю. Разбиваю одно яйцо. Как мы видим, рецепт достаточно простой. Продукты идут на него просто обычные. То есть, которые всегда у нас присутствуют дома. Также нам понадобится 50 граммов растительного масла. Растительное масло содержится примерно 16 миллилитров столовой ложки. Поэтому мы возьмем 3 столовых ложечки растительного масла. Чтобы такое наше тесто было податливым, чтобы с ним было легко работать. Все ингредиенты вот такие мы положили. Теперь я просто перемешиваю наши все ингредиенты. И мы начинаем просеивать в муку. Муке примерно нам понадобится 350 граммов. 350 граммов это в 250 граммовом стакане содержится 165 граммов муки. Поэтому мы примерно берем 2-2,5 стаканчика муки. Муку нужно просеивать обязательно, чтобы она была насыщена кислородом. Чтобы все комочки, все-все-все, все у нас разбились. И, конечно же, чтобы наша пицца получилась очень удачной. Так, я просеиваю муку. Тут же все перемешиваю. Перемешиваю. Никакой сложности нету. Не надо никакой миксер. Просто вот вилочкой обычной. Никакие цели мы не преследуем. Просто перемешиваем, замешиваем нашу муку. Так, вот один стаканчик я перемешала. И сейчас мы будем... Сода наша загасилась кефиром. И видно, что тесто набухает. Процесс пошел. Идут пузырьки. И я просеиваю второй стаканчик муки. Пожалуйста, не переборщите с мукой. Лучше ее частями понемногу добавлять после, чем ваше тесто будет изначально густым. Но если вдруг вот что-то случилось, и вы немного пересыпали муки, это поправимо. Тесто ни в коем случае не выбрасывайте. Можно просто добавить 2-3 столовых ложечки растительного масла. Вот такой секрет кулинарии есть. Так, я замешиваю второй стаканчик муки. Аккуратненько. Никуда не торопясь. Заряжая на любовь. Пиццу можно будет приготовить любую. Тесто получится очень нежным и мягким. Ну, вот оно будет напоминать практически дрожжевое тесто. Так, 2 стакана я высыпала. Так, посмотрим, что у нас получилось. Тесто у нас получилось еще достаточно таким вот несформированным. Поэтому я еще буду добавлять муку. Пол стакана буду добавлять точно. Муку мы берем высшего качества. С такой мукой быстрее вырабатывается клейка вина. И оно лучше, как погодится для выпечки. Ну, конечно, тоже мука высшего качества не такая полезная. Но зато выпечка с ней получается красивой и удачной. Так, муку я просеяла. Пол стаканчика. И опять замешиваю. Даже не пол стаканчика, меньше. Здесь у нас еще немного осталось. И опять замешиваю тесто. Ну, думаю, что вот этого, пожалуй, будет достаточно. Тесто я выкладываю на стол. И продолжаю с ним работать на столе. Вот оно у нас еще не до конца замешано. Конечно, мы сейчас его доработаем. Домашнее свое тесто всегда вкусное. Всегда знаем, что мы в него положили. Так, я его аккуратненько замешиваю. Формирую вот шар, как обычно. Никуда не торопимся. Аккуратненько. И, естественно, если нужно, то опять подсыпаем муку. Так, оставшиеся пол стаканчика я досыпала. И мы продолжаем работать с нашим тестом. Вот такое оно мягкое, очень нежное. Отличается очень от теста дрожжевого. Такой вот прямой кефирчик. И чувствуется вот эта вот нежность кефирная. Так, ну вот. Как определить готовность теста? Когда тесто прекращает липнуть к рукам и к столу, значит, оно уже, в принципе, вот такое готово. Из него мы его выкладываем, конечно же, оставляем так, чтобы оно у нас обязательно выработало клейковину. Вот такое тесто, оно еще сыроватое. Оно должно обязательно отдохнуть, постоять. И, естественно, выработать клейковину. Когда тесто вырабатывает клейковину, оно становится более таким клейким. И как бы требует еще небольшого количества муки. Не пугайтесь, ничего здесь страшного нет. Если вы впервые готовите тесто, это нормальный процесс, что оно после выработки клейковины еще попросит немного муки. Это нормально. И поэтому вот я его оставляю на данный момент. Вот как мы видим, оно уже такое не липнущее, не прилипающее. Вот эти крошечки сейчас я все соберу со стола. И мы его положим, чтобы вот оно у нас вырабатывало клейковину. Примерно вот минут на 30. Вот такой вот шарик у нас получился. Я убираю в чашечку, накрываю целлофаном, и мы будем ожидать готовности нашего теста. Так, прошло 30 минут. Я немного вот так посыплю муки. Как я и говорила, что тесто наше выработало клейковину. Оно такое немножко мягковатое стало, очень хорошо тянется. Я его выкладываю на стол. Вот в избежание прилипания я сапанула столовую ложечку муки. Я его обминаю немножко. Замешиваю еще муку, чтобы оно вот такое сильно мягкое, прилипчивое не было. И, в принципе, оно у нас уже готово. Рецепт достаточно простой. Я считаю, что этот рецепт получится у любого. В принципе, могут и дети, и мужчины делать, которые к стрипне не имеют никакого отношения. Достаточно просто, быстро. Тесто получилось очень нежным и красивым. Ну, я вот думаю, что здесь на 2 хороших больших пиццы. Если вы хотите удвоить или сделать еще больше теста, много-много пицц приготовить, то, пожалуйста, приятного аппетита! Не забывайте подписывайтесь на наш канал, найди свой рецепт. Готовьте вместе с нами такое чудесное тесто. Не забывайте про свое здоровье и здоровый образ жизни. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!